уезжаем на бранч за нами прислали прислали на лифт кнопка брач была нажатана у нас есть личный швейцар выходим вот это здесь интерьеры вы посмотрите ты такая красотка ты вписываешь в этот интерьер там приготовление вау все красиво а лива осторожно там девочка она потерялась быстрей 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 это брач мы на брач давайте помогу мы идем на брач да давай быстрей стой-стой-стой-стой-стой кстати они открыли сейчас буфет до этого буфета не было может быть хорошо что мы раньше не приехали сейчас пожалуйста буфет койди набирай нет наверно раньше сам накладывал сейчас наверно теперь и теперь накладываю какая разница ты не поменил точно не было буфета мне кажется не было у нас где мы были на бранче тоже не было буфета а так как сейчас очень много вакцинированных можно так алива ты довольна что ты приезжала на бранче а там много пирожных да сегодня здесь много всего ну и опять и опять этот зал и опять за наш стол нет другой это что такое олива с тебя выбрал олива тебе не будет слишком жирно а олива я себе взял говядину черные красные и крабов внизу мясо краба есть просто краб краб взял видишь краба нам налили шампанское оливия взяла себе много много сладостей сладостей что себе ленчик взяла сейчас показывай давай показывай что ты взяла себе устрицы обстеры суши взяла попробовать в общем я традиционно у меня одно и тошки олива тебе взяла много много вкусняшек давай олива олива оливия в маму пошла мама любит макароны и оливия любит макароны макароны оливия очень брать понравился да я попробую нет 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 олива не давай маме дай попробую маме не давай я чуть-чуть попробую тебе отдам а сзади посмотрите какие сидят принцессы нам все наливают наливают там мы только допиваем нам нам опять наливают туда говорить не нужно да и оливий кстати подарили 2 макароны ну да да в общем все вкусно нам очень вкусно я хочу с вами поделиться своими эмоциями относительно этого бранча мы смотрели с антоном некоторых блогеров которые сюда приезжали и говорили что тут еда не вкусная шампанское не вкусное вообще тут все очень плохо по сравнению с прошлым годом и тому подобное и там не знаю мы приехали естественно тоже сюда я морально была готова к тому что все будет невкусно и как бы ну наверное мы там не наедимся еще что-то нет вина обалденная Антон взял мясо очень вкусное я взяла устрицы, крапы, креветки, обстеры все очень вкусное оливия то что съела все очень вкусное десерты она у нас съела наверное штук шесть десертов она съела все я у нее так чуть-чуть пробовала все очень вкусное шампанское которое наливают оно легкое оно не горькое, не кислит вкусное я не знаю что здесь только мне понравилось но нам безумно понравилось безумно все вкусно атмосфера обалденная стоит такой бранч 150 долларов стоит такой бранч 150 долларов со взрослого это удовольствие нам обошлось 468 долларов Ленчик да как тебе еда? обалденная ну атмосфера атмосферу конечно стоит заплатить ну да тоже очень вкусно кстати и устрицы и джабы и омары все очень вкусно а мне понравились сегодня хлопья это это мясо конфеты мы еще попросим с собой вот эти рыбаи немножко красноватые но они очень мягкие сочные это получились все берут я уже такие наверное мы два съели таких и конфеты и конфеты сейчас едим ручной работы в общем у нас здесь сегодня 35 тысяч калорий на неделю вперед пати мы собираемся идти на бассейн там шикарный бассейн да Лилия? а смотрите какой есть планцет ну что после бранча мы как всегда поели можно и поплавать попали можно и поесть давай давай вау супер акробатка это прям был это прям был круто да я говорю Антон поплавали можно и поесть поели можно и поплавать давай снимаю давай 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 круто 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 молодец как тут красиво еще один раз пилдолочки в отеле нашли смотрите сколько здесь орхидей сейчас подожди я хотя бы эти сниму две оооооо вот это да У нас сегодня какой уже 3 день Generation но это заключительный сегодня мы будем поселяться И завтрак проходит уже в другом зале Сокол закрыт, мы вот сидим в таком красивом, приглушенном зале, где мы как раз ужинали. И в такой атмосфере нам захотелось с вами поделиться историей этого отеля, потому что место удивительное, место красивое и не похожее на американский стиль вообще. Изначально основателем этого отеля был Генри Флаглер, он был владельцем железнодорожной компании в США, одной из самых крупнейших, потом он был владельцем вместе с Рокфеллером, там, нефтяных таких-то компаний. И вообще эта история отеля складывалась, знаете, как будто бы в Санкт-Петербурге, этот, Исакий. Здесь построили один отель, он сгорел. Потом построили другой отель еще под руководством Флаглера, и это был самый высокотехнологичный отель тех времен. Здесь было электричество, представляете, и люди, которые сюда засиялись, они боялись пользоваться выключателем, поэтому нанимали специальных людей, которые помогали людям включать и выключать свет, потому что это была новинка, и люди вообще не знали, что это такое, не дай бог, это там опасно и тому подобное. А на тот момент в этом отеле, уже восстановленном после пожара, Декалер, Акфеллер, Астер, многочисленные президенты США, и в 1925 году, спустя 12 лет после смерти Флаглера, его основателя, здесь случился пожар. Отель был деревянный, естественно, здесь все сгорело, и семья, родственники Генри Флаглера приняли решение построить уже бетонный, полноценный, хороший отель, который был бы самым лучшим курортом в мире тех времен. В принципе, они это осуществили, они это сделали, и уже тот отель, который мы видим сейчас, он открылся в 1926 году, в этом году они... Вот этот, знаешь. В этом году The Breakers празднует 125 лет со дня открытия, со дня вот этого именно официального бетонного открытия. И вдохновением для вот такой постройки именно в этом стиле служила вилла Медичи, который находится в Риме. Но самое интересное то, что этот отель служил вдохновением для отеля Национальт на Кубе, который находится в Гаване. Его увидели, и вдохновились, и решили построить что-то подобное в Гаване. Вот. Такая небольшая история этого отеля. Он действительно красивый, он шикарный. Особенно я представляю те времена, представляете, там 1926 год, такое увидеть, такое построить. Как вы уже видели, здесь у нас 4 бассейна, 5 джакузи. Здесь есть магазин, где вы можете пойти, потратить ваши денежки. Здесь есть рестораны, есть очень много занятий для детей, игровая площадка, различные здесь есть водные виды спорта. Ну, отель реально классный. Отель бомба, тем более, находится в месте бомбич, который, в принципе, наверное, меком богатых людей. А либо съела, да. Ну, просто меком богатых людей. И побыть в этом окружении, это прям, это классно. Это внутренний двор отеля. Мы выселяемся, но мы с Ленчиком решили, что мы через месяц приедем сюда еще раз. Нам очень понравился отель. Ну, мы сегодня не поедем. Мы пойдем чуть попозже, да. Завтра, да. Сегодня Ливия пропустила детский садик, в понедельник. Мы решили, думаем, что садим до вечера. Пойдем. Ленчик уже посмотрела ближайшие бранчи. Свободные. Только, что только? 27 июня, через месяц. Через месяц ближайший бранч свободен. Они очень популярны. Соответственно, мы приедем сюда через месяц. Месяц это недолго? Месяц это долго. Что ты ждешь? Коктейль. Коктейль. Алива пришла за коктейлем. За молочным. Сейчас ей сделают вкусненький. Итак. Тихо! Алива! Вот наш солевый улов. Она уже половину коктейля нам вылила. Облокотилась на стол. За своим. Тут столик шатается. Она его опрокинула. Это пинаколада. Это еще не пробовала пока. Вкусный коктейль? Все, давай пей. Мы выселились. Время, как вы видите, без пяти два. Наши плавания в бассейне продолжаются. Алива с утра мучила меня. Теперь мучает папа. Кадры. Так, трюк исполняется Оливией. А что лицом-то вниз? Прикольно. Как вы уже поняли, мы сделали чек-аут. Остались здесь поплавать в бассейне. И в этом отеле есть уникальная, наверное, особенность. Я такого еще ни разу не видела. Вы заходите в туалет. Ну, тут понятно, обычные раковины. Там туалетные кабины. Но здесь есть обалденная вещь. Здесь есть шкафчики. Вы можете ими воспользоваться, оставить свою одежду. И, например, если у вас был чек-аут, и вы решили побыть в отеле, есть вот такие кабинки. В каждой кабинке... Сейчас включу свет. В каждой кабинке лежат полотенца. Стоит шампунь, кондиционер и гель для душа. Это очень круто. Вы искупались, оделись, переоделись и спокойно поехали домой. Также здесь есть ухочистки, шапочки для душа и пакетики для купальников. И Оливия там еще... Оливия, закрой. Оливия там еще женские всякие штучки нашла. Вот все, мы готовы ехать домой. Кстати, если вы, например, любите более уединенный отдых, здесь есть вот такие бунгало, мы уже говорили. Здесь диванчик, телевизор, есть мини-кухня, там холодильник, тоже телевизор, тарелочки. В принципе, для компании очень удобно, очень классно. Оливия чуть не задавила геккона. Пойдем, малыш. Вот таких здесь их 6 штучек, 5. Пойдем, малыш. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok